Друзья, всем привет! Насколько вы знаете, что я снимаю фавориты года раз в год, потому что я, ну как бы мой канал не очень связан с макияжем, с красотой, но иногда я снимаю про волосы или про какие-то косметические средства, которые произвели на меня просто фурор. То есть я никогда не снимаю непосредственно бьюти тематику, хотя я с нее начинала. Давайте тянуть не будем. Это видео будет поделено на две части, то есть я расскажу вам про косметические, более какие-то бытовые вещи, которые можно потрогать. И вторая часть видео будет о чем-то более неосязаемом, так что если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Итак, у меня стоят три огромные коробки с косметикой, и я, честно, не готовилась к этому видео, поэтому все будет так вот, вот прям вот, что мне реально нравится, я буду доставать. И у меня есть такая большая коробка с помадами, и у меня сейчас стоит задача, я решила выбрать одну нюдово-розовую помаду, любимую, красную помаду и темную или фиолетовую помаду, которая была моей самой-самой любимой. Потому что вы знаете, что я помадный маньяк, и из всех видов косметики декоративной я не могу отказаться от помады. Да, то есть я могу быть сонная, растрепанная, с непричесанными бровями, с мешками под глазами, но я всегда окрашу губы помадой. Давайте начнем с нюдовой или розовой. К сожалению, мою самую любимую нюдово-персиковую помаду я куда-то потеряла при переезде. То есть я переезжала с этой помадой, я помню, что она была у меня в кармане куртки, и специально туда положила, чтобы если что-то потеряется, я ее не потеряю. Но я ее потеряла, я по сей день не могу ее найти, но это прекрасная помада. Это помада, которая была у меня в видео, макияж для рыжеволосых и зеленых глаз, как так она называлась. В общем, друзья, посмотрите это видео, просто посмотрите эту помаду. Она прекрасная. Это уже второй мой тюбик, который я просто увидела в магазине, он назывался как-то по-другому, но это была эта помада. И она прекрасная. Вы знаете, такой медово-карамельно-персиковый цвет с блестками. Там были маленькие блесточки, но они были прекрасные для рыжеволосых, для зеленых теплых глаз. Это прекрасная была помада. И пахла она что-то вроде лимонного пирога. Я бы не сказала, что это нюдовая, это скорее такой, ну, я не знаю, темный нюд. Это помада из матовой линейки Catrice, их новая матовая линейка, которая называется... Как-то прикольно она называлась. Topless in Love. Я сейчас покажу swatch. Друзья, честно, я надеюсь, вам будет видно. Я не бьюти-блогер, поэтому... Я, конечно, глубоко погорячилась с тем, что это нюд. Смотрите, ну разве это нюд, да? Ну, дело в том, что я ношу эту помаду вот с тех пор, как я ее купила, просто каждый день. Я ношу эту помаду каждый день в качестве нюда. Это серо-коричневый цвет. Ну, он прекрасный. Это прекрасная матовая помада. Это, наверное, одна из лучших бюджетных матовых помад, что я пробовала. И она просто мой фаворит. Она чудесна. И следующее, вот вы не поверите, но это блеск матовый от Essence. Я думаю, многие из вас видели такие блески. Это типичный матовый, теплого оттенка блеск. У меня также есть еще такой холодно-розовый. И чаще всего они у меня работают вместе. Я их смешиваю друг с другом, если мне нужен какой-то более холодный цвет или более теплый. Но это хорошие, бюджетные, качественные... Ну, не блески, это скорее матовые, нестойкие помады. Но они, правда, мне очень нравятся. Я сейчас покажу вам пару слов отчет. Ну, я думаю, многие девочки их пробовали. Это отличный аналог для NYX Soft Matte Lip. Вот абсолютно. Только оно не сушит губы. Оно, она помада. И ох. Нюдовый оттенок. Вот это вообще закончился. Практически. Ну, вы видите. Они прекрасно работают вместе. Я очень часто их смешиваю. Кстати говоря, друзья, у меня есть из этой же серии красный цвет, который я тоже использую и сам по себе, и в сочетании с этим. Хорошие блески. Прям, серьезно, очень вкусно пахнет. И никаких минусов вообще не заметила. Вообще не заметила. Кстати, они подчеркивают шелушение. Моя любимая красная помада на протяжении уже, дай бы вам не соврать, когда я впервые пробовала матовую помаду. Ну, наверное, года четыре назад. Я ее преданный фанат. Это помада Catrice. Из их линейки Ultimate Color, кажется, называется. Помада называется Red My Lips. Оттенок 310. Но это моя первая помада. Первая красная помада, которую я вообще попробовала на себе. И она... Ну, я не знаю, друзья. Быть может, виновата в том, что это действительно мой первенец, скажем так. Она идеально мне подходит. Я не знаю, подойдет ли она более холодному типажу. Да, более холодному тону кожи и голубым или серым глазам. Но вот для зеленоглазых, для рыжеволосых, для русоволосых она подойдет прекрасно. Она делает зубы очень белыми. Она растушевывается в такой розовый. То есть она не будет желтеть зубы. И она не сушит губы. Она очень стойкая. Я с ней могу проходить весь день, кушать, но ничего с ней не будет. Может быть, просто сам оттенок такой классный. Потому что у меня есть помады из этой же серии на другие оттенки. И некоторые мне не очень нравятся. Ну, не знаю, друзья. Это, наверное, не самая лучшая красная помада в мире. Я знаю. Но у меня с ней очень хорошие воспоминания. Она очень красиво смотрится. И почти каждый раз, когда я ее носила, у меня какие-то очень приятные события в жизни. То есть это по сей день остается моей такой любимицей, которой я использую какие-то мероприятия, скажем так. Еще хочу поделиться с вами одним разочарованием. Потому что наверняка вы знаете такую марку, как Слик. И знаете, что у них есть довольно симпатичные помады. И я очень долго облизывалась в магазине на вот такую помаду, которая называется Lip Vip Semi Matte Lipstick. Я тестила ее в подружке, когда я еще жила в Москве. И я доказала ее по интернету, собственно, в Кострому. И на сворчах, смотрите, какая она красивая. Это фиолетовый, холодный, с примесью серого, такой глубокий цвет. Она очень симпатичная. Но и она классно сводчится. Так, давайте на другую руку мне еще. Друзья, если вам не будет видно, я все это вырежу. И сводчие вы не видите. То есть она прекрасна. Она очень красивая на сводчах. Но, к сожалению, на губах... Ну, вот мне ее сложно... Я измазалась. Но, к сожалению, на губы она наносится как-то очень пришиво, очень сложно. Она подчеркивает вообще все, что у вас даже нету. И цвет прекрасный. Его, конечно, можно заставить работать, но... Мне сложно. Может быть, я безрукая. И это большое разочарование. Она очень вкусно пахнет ванилькой. Но я буду все-таки ее пользоваться. Но все-таки, друзья, главным фаворитом фиолетовых помад является вот такой блеск Баттер Глосс от NYX. Это тоже очень капризная помада, но с прекрасным цветом. У нее замечательный вишнево-фиолетовый цвет. Он очень темный. Это, наверное, самая темная помада, что у меня есть. И за ней нужно следить. За ней нужно постоянно следить. Нужен карандаш. Но я готова простить за этот прекрасный цвет. И я очень часто ношу ее вкупе вот с такой помадой. Я думаю, вы знаете. Это винный вкус оттенок 390 от Maybelline Hydro Extreme. Она уже тоже, значит, кончается. Это тоже такой классический, хороший цвет, который подойдет вообще всем. И я обычно наношу ее на губы. И сверху наношу вот этот блеск. Это получается очень готично. У меня было какое-то видео, кажется, где я говорила вам свои самые любимые цитаты и высказывания. Я, помню, была там с этой помадой. Как вы знаете, моя кожа ужасно проблемная, ужасно с добивающимися порами. Я страдаю с ней все схожи. Поэтому у меня с тональными средствами отношения немножко натянутое. То есть я ими практически не пользуюсь. Я их, конечно же, использую, но крайне часто. В основном где-то один-два раза в неделю или даже две недели. И то это, скорее всего, будут выходные. То есть в обычной жизни это, скорее всего, либо консилер, либо минеральная пудра, либо вообще ничего. Но в этом году были средства, которые, кстати говоря, кажется, я вам показывала. Которые мне очень сильно понравились. Которые не вызывают у меня ни прыщей, ни забитых пор. И первое это, вы наверняка знаете, это Luminaire. Это даже не тональный крем. Написано, что это Serum Foundation, Touch of Radiance, оттенок Honey Beige. Этот оттенок универсальный. Вот почему-то, когда я была загорелая, он и подходил. Сейчас я бледная, но сейчас на мне. И он мне почему-то тоже подходит. Это очень странно, но это правда. Это прекрасное средство. Оно делает все, что я люблю. То есть практически ничего. Оно очень легкое, очень жидкое. Оно очень легко наносится. И оно просто чуть-чуть выравнивает тон кожи и увлажняет. Саму кожу. Это все, что мне нужно. И главное, что оно не вызывает прыщей. Но опять-таки носить его каждый прям день я не рискнула. Хотя здесь довольно-таки неплохой состав, так как это все-таки Luminaire. Я безусловно могу советовать эту вещь. Стоит в районе 500 рублей. И следующий, вы тоже наверняка видели. Это NYX Studio Photogenic Foundation Font Detail. Да, это мой французский. Оттенок Natural Beige. Друзья, если вы из России, если у вас чисто славянская внешность, то никогда не берите тональный крем от NYX в оттенке Natural Beige. Потому что он темный и он рыжий. К сожалению, я носила этот оттенок только летом, когда я была очень черная. Ну, очень загорелая. И то он был несколько темнее моего настоящего тона кожи. Но сам по себе крем, он прекрасный. Он не подчеркивает шелушение. Он выравнивает тон кожу и он скрывает все, что нужно. Но при этом назвать его плотным, как-то язык не поворачивается. Он скорее такой средней плотности. Но при этом на лице его вообще не видно. Это действительно HD, как здесь и указано. Поэтому с наступлением весны или лета, скорее всего, я прикуплю себе еще один такой крем. Но нормального человеческого оттенка. Друзья, никогда не берите по скидке тональный крем, который темнее вашего тона кожи. Вот он у меня сейчас стоит. И мне он нравится. Но я не могу ему пользоваться. Иногда я использую его в качестве какого-то контуринга. Ну, вы понимаете, я и контуринг это... Когда у тебя руки из жопы, ты не можешь никакой себе контуринг нормальный сделать. Но мне очень нравится этот крем, поэтому не повторяйте моих ошибок. Продукты, которые были истинной находкой в этом году. Это тени. Это тени фирмы Sleek. Ну, мы многие из вас знают. У меня оттенок Snapshots и Au Naturel. То есть натуральные оттенки и супер-мега-яркие оттенки. Не буду вам их показывать, друзья. В общем, я не знаю, что сказать об этих тенях плохого. Наверное, ничего. Ну, за исключением того, что вот в этой палетке черный цвет не очень пигментированный. Вот такой. Больше серый даже, чем черный. Но эти тени замечательные. У них прекрасная форма и прекрасная текстура, которая вообще не требует от вас умения краситься. То есть вы взяли кисточку, даже самую обычную, нанесли, чуть-чуть растушевали и все готово. То есть эти тени вообще не требуют какого-либо умения. Они прекрасные, они очень долго держатся. И у них очень много красивых оттенков. И, скажем так, пока эти две палетки у меня не закончатся, я ничего покупать больше не буду, потому что у меня прям вообще все устраивает. Они замечательные. И их просто обожаю, друзья. Я серьезно перестала пользоваться всеми остальными тенями, что у меня были. Я вообще сильно прохудела свою косметичку. То есть она у меня сильно похудела. И эти тени заняли в ней почетное место. И последний продукт – бронзер. Да, я знаю, что вы скажете, Света, ты же не пользуешься такими вещами. Нет, все-таки пользуюсь. Когда я видела этот бронзер, он стоил, блин, тучу денег, просто тучу денег. Но я на него целенаправленно накопила. И он прекрасный. Это Physician's Formula Butter Bronzer. Ну, конечно, запах, да. Однозначно его запах, он чудесен. Он прекрасен. Этот бронзер, который подойдет всем. Вообще всем. Вот реально, если вы хотите сделать подарок кому-то, но сомневаетесь в оттенке, он подойдет всем. Это, по-моему, второй оттенок. Он более темный, но он не темный. Для чисто славянской бледной синюшной кожи подойдет прекрасно. Вы знаете, это та покупка, которая стоит каждого потраченного рубля. В том числе, как и Тенни Слик, ну, которые мне, кстати, достались по скидке. Вот эти вот три покупки, это просто мои любимцы, которые я обожаю. И, кстати, да, друзья, я немножко поменяла свое отношение к косметике. Я вся измазалась. Жесть. То, что в данный момент я вообще ничего нового не покупаю. И я стараюсь больше планировать какие-то покупки, которые мне очень хочется. И покупать не какой-то дешевый шарпатрелл по скидке, а реально покупать хорошие, качественные вещи, которыми я буду пользоваться прямо вот до конца. И данная своего рода экономия мне реально помогает не скупать кучу всякого ненужного хлама, который я потом либо раздариваю, либо выкидываю, либо у него кончается срок годности. То есть в этом году у меня проснулся зачаток минимализма. И я, правда, очень от многого избавилась и поменяла во многом свои отношения вообще к косметике. Так что, друзья, такое было у меня видео. Надеюсь, что вам было как-то интересно одно все это смотреть. Надеюсь, что вам было видно. Поэтому, да, я не бьюти-блогер, я не умею показывать косметику, я особо не умею краситься, я делаю все как могу. Но, тем не менее, мне все это дело очень нравится, я люблю помаду. Так что, друзья, до встречи в следующих видео. Счастливого вам Нового года уже наступившего. И пока-пока.